Чтобы угнаться за обещаниями и все же сдать объект, пришлось даже привлечь федеральное финансирование. Сама стройка сопровождалась скандалами. Контракт на работы оспаривали в антимонопольной службе, со стройки забирали бригады из мигрантов-нелегалов. Получали лицензию и завершали все формальности тоже в спешке. При этом школьники до последнего ждали открытия образовательного центра 1 сентября. Многие даже успели записаться в новую школу до начала учебного года. Да и с комплектацией в новом образовательном центре все в порядке. Тут современные спортзалы и учебные классы. Большая столовая и современные лаборатории для занятий физикой и химии. Преподаватели уже готовятся проводить внеклассные занятия и кружки. С детьми можно писать проект по физике на любую абсолютно тему. И проект он будет не словесный, а он именно будет подтвержден лабораторными исследованиями. На любую тему. Вот у нас ближайшая, она сейчас на пике моды, вот это электромагнитные явления, жидкость, эфиромагнитная жидкость. И я и это себе могу позволить. Сотрудников по заверениям директора полный штат. На работу принимали как опытных, так и молодых специалистов. Каждый пятый педагог младше 30 лет. Набирали кадры со всего города. Нет, мы не оголили, могу с уверенностью сказать, ни одну образовательную организацию. У нас нет такого масса перехода. Нет, все очень достойно и гармонично. Мы проводили с ними собеседование, выясняли, что интересного они могут привнести в нашу школу. Как они видят свою деятельность в стенах этой школы. Сейчас набор в образовательный центр почти завершен. Принято около тысячи школьников. Максимальная загруженность по проекту – 1100 детей. Но областные власти обещают, что школ будут строить больше. В том числе и в новых микрорайонах. Главное, чтобы учителей хватило на все. Проблема с учителями, с преподавателями, она в целом существует. И здесь, в Челябинске, мы ее решаем. У нас есть и собственный вуз. Мы мотивируем, мы стимулируем учителей. В следующем году на всю область откроется 9 новых школ. Запроектировали и обещают построить в ближайшие годы 22. Власти говорят, что образовательные центры будут появляться не только в крупных городах, но и в сельских территориях. Иван Абросимов, Павел Востротин, 31 канал.